ВОНПИС Если тогда мы смеялись и шутили, то сегодня, полагаю, нам стоит повысить планку и поговорить серьезно на эту тему. Приветствую, меня зовут Сойер, и контент по ВОНПИС в настоящее время, на мой взгляд, стал достаточно узким, в большей степени опирающийся на рассуждения об актуальных главах. Даже не о самих главах, а о спойлерах этих глав. Поэтому я хотел бы хотя бы для себя разнообразить этой непопулярной темой, которую, если честно, я вообще не видел, чтобы хоть кто-то поднимал на обсуждение. И вот мы здесь. Спустя два года, с момента, когда я сделал это впервые, пришло время снова поговорить о сексуальности в мире ВОНПИС. Повторюсь, если первая часть была большой веселой сатирой, призванной высменить определенные части фандома, то вторая часть – это исключительно серьезный монолог, затрагивающий авторское видение его целевой аудитории и связанные с этим не то чтобы проблемы, но определенные недопонимания восприятия определенных аспектов произведения. Это сексуальность в мире ВОНПИС, часть 2. Добро пожаловать! Вы часто могли замечать, что женские персонажи в ВОНПИС как-то чрезмерно идеальны в сексуальном плане. Их тонкие талии, арбузы в районе груди, откровенные наряды и их вечное попадание в неудобные позы. И все они выглядят примерно одинаково. Некоторые фанаты даже заключили, что в ВОНПИС есть всего две женщины – Нами и Робин. А все остальные – это просто Нами и Робин с другим цветом волос и прической. Такие персонажи, как Ребекка и Ли Ямато, не отличить от Нами, перекрасим волосы в рыжий. То, как Ода изображает своих женщин, часто подвергается обсуждению среди читателей. И помимо негодования о их нереалистичных, намеренно сексуализированных тел, Оду в том числе осуждают из-за сексизм и трансфобию. Опять же, вспоминаем Санджи и его, скажем так, заинтересованность только в красивых девушках с идеальной фигурой. Несмотря на его заявление о том, что он любит всех девушек, это очевидно не так. Санджи не очень любят толстушек, и мы часто видим, как Санджи негативно реагирует на некрасивых женщин. Можно вечно говорить о том, что красота субъективна, но факт, что какие-то общие стандарты красоты в обществе установлены – есть факт. И в нашем современном обществе такая намеренная сексуализация и признание одного красивым, а другого нет – осуждаема. Говоря о трансфобии, то реакция Санджи на Акам говорит сама за себя. И тут все гораздо проще. Людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и с любым гендерно-сексуальным разнообразием осуждают многие люди и зачастую даже принимают и агитируют на противоправные действия, связанные с насилием и жестокостью. Разумеется, людьми, у которых в голове есть такая штука, как мозг, а не два шарика мороженого, осуждается подобное поведение. И сейчас в поп-культуре постепенно устанавливаются очень сомнительные стандарты касательно представителей нетрадиционной ориентации. Происходит глобализация толерантности. Кроме того, что я назвал только что, очевидным фактом является и то, что в One Piece нет как таковых сильных женских персонажей, которые бы могли быть эквивалентны в этом вопросе мужским героям. Мы действительно не видели в One Piece акцентов на боевой девушке, которая могла бы даже если не превзойти мужского героя, но хотя бы конкурировать с ним в одной лиге, не подвергаясь насмешкам или унижению. Будь ты принцессой целого королевства, которая готова сражаться за него, или храброй воительницей Колизея, или даже благородной дочерью Самурая, в конце концов это превратится в просто принцессу в беде, которая будет не способна ни на что, и в конечном итоге будет спасена героем-мужчиной. Калифа, несмотря на свою исключительную силу, была слабейшей из CP9. Робин и Мисс Даблфингер были значительно слабее Крокодайла, Мистер Один и Мистер Два в Баррак Воркс. Дашиги, несмотря на ее упорные тренировки, даже близко не может конкурировать с Зоро, и обречена быть девицей, которая он будет спасать от врагов. Да, у нас действительно есть Хэнкок, на которую, казалось бы, не распространяется это правило, и которая на первый взгляд действительно является сильным по всем параметрам женским персонажем, которая может на равных соперничать с мужчинами в той же категории, но нет. Она подвержена аналогичным проблемам, но о ней конкретнее я поговорю позже в видео. Мы еще не знаем, что делать со Смузи, командиром Бонни, сверхновой, и Катариной Девон, командир или... кто он, член экипажа? Поскольку мы еще не видели их или их зеркальные эквиваленты в бою, я буду крайне разочарован, если они окажутся слабейшими в своих категориях, а не эквивалентными. Даже Биг Мам, которая кажется, очевидно, сильным женским героем, тоже не работает, потому что она не является эквивалентом в своей категории, совсем нет. Она слабее Кайда, очевидно, она слабее Шанкс, она слабейшая в своей категории. Вдобавок ко всему этому, это персонаж-насмешка, потому что большую часть времени Ода использует ее для юмора, основанного на ее унижении. Биг Мам даже не удосужилась чести сразиться с Луфи. Ее слили персонаж, который появился на три арки, и персонаж, который появился на одну арку. Также критике подвергается сексуализация девочек-детей в мире One Piece. Та же Ребека или Широхоши им обеим по 16, если что. И когда в подростковом произведении мы видим 16-летнюю девочку, которая носит такую одежду и выглядит вот так, это, ну, такой достаточно тонкий лед. А когда мы видим, как на огроменной, даже по меркам 16-летней русалке, груди прыгает 19-летний парень, это тоже при определенном взгляде смотрится очень опасно. В сексуализации детей в мире One Piece есть и обратная сторона медали, мамоноски. Восьмилетний мамоноски чрезмерно одержим интимными частями тела взрослых женщин. И это не какое-то там невинное, милое детское любопытство, а вполне осознанное животное похоть. Все это хоть и обрамлено юмором, но фактически остается очень острой темой, которую многие, опять же, из-за юмора не воспринимают серьез. В этом видео я не ставлю перед собой целью назвать Оду или созданный им мир сексистским. Я просто возьму это как стартовую точку для моего эссе на тему сексуальности в мире One Piece и почему у отдельной части фандома создается такое негативное мнение на этот счет. Большая часть материала, которым я буду оперировать здесь, будет являться цитатами и вырезками из интервью, которые давал Ода в разные моменты времени. Прежде всего, я хотел бы начать с этих двух цитат. Меня очень раздражает, когда люди плохо отзываются о персонажах в One Piece. К примеру, когда кто-то говорит, что тот или иной злодей слишком слабый, я не могу отделаться от мысли, что теперь хочу сделать его намного сильнее. И? Не говорите плохо о Зоро. Сам Ода утверждает, что если вы не одобряете какого-либо персонажа в One Piece, ему это сильно не нравится и он будет применять меры. Он будет мстить, по-детски или мелочно, зависит от того, как вам хочется это видеть, и идти против ненавистников, просто чтобы задеть их. Цитата про Зоро, которую я привел, была сказана Одой, потому что многих японских фанатов раздражало, что в каждом, абсолютно каждом бою Зоро получал несопоставимые с жизнью ранения. Он регулярно терял много крови и впитывал огромное количество урона от своих врагов, чего не делал никто другой из команды. Никто не получал столько ранений, как Зоро, Михоу, Карлон, Дасбон, Скума, Кизару и так далее. Зоро всегда на волосок от смерти. Но что же делает Ода после таймскипа? Все переворачивается с ног на голову. Он позволяет Зоро легко побеждать своих врагов. Сильнейший мечник рыболюдей? Никакого вызова. Долбанный западный дракон? Как будто бы он уже делал это в прошлом. Один из прямых подчиненных Шичебука и с сильнейшим типом фрукта, Логия, легкая пафосная прогулка, гигантский, словно Антей, человек из камня, а один точный удар черным клинком. Совершенно простые и доминирующие бои в стиле «Прости, но ты слишком слаб для меня». Недаром многие считатели называют после таймскипного Зоро обычной пафосной горой мышц, которая ваншотит своих врагов. Единственный раз, когда Зоро наконец пришлось испытать боль после таймскипа, это битва с Кингом. И то, это была не заслуга Кинга, а заслуга сразу двух Йонко. Самому Кингу Зоро сломал кабину за 15 минут. Что там говорят фанаты? Санжи сексистый извращенец? Ах так? Ну тогда получайте утроенную дозу извращения в крови Санжи после таймскипа. Готово? Теперь он еще более раздражающий извращенец, чем ранее. Таков ход мыслей Оды относительно хейта в адрес персонажей. Пожалуйста, закрепите и запомните это. Оно пригодится дальше в видео. А помните 10 фильм Ван Пис? Стронг Волт. Тот самый, про Шики. Уверен, вы хорошо помните его сюжет. Однако, я все равно кратко напомню. Пираты Соломина Шляпы получают известие, что Истблю в опасности. Их родным краям грозит опасность. Поэтому Луфи и его друзья решают бросить свои приключения и вернуться в Истблю. Как вдруг? Откуда ни возьмись. Из неба появляется летающий пиратский корабль. Появившийся скраблят человек, не кто иной, как обладатель дьявольского фрукта Золотой Лев Шики. Легендарный пират, который сумел сбежать из Великой Подводной Тюрьмы и Билдаун. И находится в числе таких печально известных пиратов, как Голди, Роджер и Белаус. После похищения Нами из-за ее отличных навигационных навыков, Шики бросает Луфи и его команду вниз к его личным летучим островам. Разделенная друг от друга команда приходит в себя и понимает, что втянута в битву на выживание с ужасными зверями в таинственных окрестностях. Ну и начинается классический фильм One Piece. Разведка, первая встреча с врагами, перегруппировка и финальное сражение со злодеями. Достаточно стандартное кино. Однако, тем не менее, этот фильм очень отличается от всех фильмов, вышедших до него. Чем же? Тем, что сценарий этого фильма от начала и до конца был полностью написан самим Одой. В предыдущих фильмах Ода только рисовал дизайн персонажа и утверждал идеи сюжета. Для Стронг Волт студия Той лично попросила его, чтобы он написал сценарий. Очень важный момент заключается в том, что изначально фильм должен был выйти в начале 2009 года. Однако, фактически, он вышел только в декабре 2009 года. По широко известной информации, такая колоссальная задержка связана из-за, внимание, осложнений в сценарии. Осложнение в сценарии. Очень интересная формулировка в отношении совершенно шаблонного продукта, не так ли? Что же это за осложнения в сценарии такие? Мало кто это знает, так как это не особо распространенная информация. Однако, осложнения в сценарии в данном контексте обозначают, что весь сценарий фильма был переписан полностью. Да, изначально фильм Стронг Волт должен был быть совершенно о другом, совсем. Оказывается, что Стронг Волт изначально должен был называться «Журнал хрустального корабля» и не имел никакого отношения к Шики. Вообще. История должна была быть о Луфи до его встречи с Эйсом в детстве, где он подружился с животным. И это была, как говорит сам Ода, цитирую, «Настоящая эмоциональная история с большей частью посвященной воспоминаниям». Вот так поворот, да? Как это вообще могло произойти? Как трогательная и эмоциональная история о детстве Луфи превратилась в захватывающую историю о легендарном пирате эпохи Роджера с нами в роли классической принцессы в беде? В процессе написания я начал волноваться. Является ли эта история той, которую я действительно хотел бы увидеть? Не думаю, что я хоть когда-либо писал что-то исключительно для того, чтобы сделать просто хорошую историю. Если это происходит в манге, то общая история должна быть длиннее. В таком случае я не возражаю против просто хорошей истории, если она грамотно вплетена в эту более длинную историю. Однако для чего-то столь короткого, как фильм, если бы я просто сделал хорошую историю, то всё сводилось бы к тому, что я мог бы вместить те вещи, которые дети действительно хотят видеть. Экшен, бои и сильные персонажи, противостоящие друг другу. Сейчас объясню проще своими словами, что именно хотел донести автор. В манге, в общей истории, например в арке Дресс Роуз, Ода вставляет хорошо написанную трогательную историю, например флэшбэк Лойка Розона. Но она не может быть самостоятельной, она должна быть частью большей истории арки Дресс Роуз. И она потрясающе хорошо работает в контексте арки, потому что дополняет её в то же самое время, как даёт целевой аудитории то, что она хочет. Драки, персонажи и экшен. И тогда я подумал, я должен написать фильм наполненный такими вещами, которые они действительно хотят увидеть. И когда он закончится, у них останется много запоминающихся сцен. То, что запомнится детям, это классные драки. Я только что написал эту трогательную историю, но какой бы хорошей она ни была, единственные люди, которым она понравится, это взрослые. А это не моя задача. Я рисую мангу для детей. В середине всего этого я осознал. Возможно я неправильно понял, чего все ожидали. Это в любом случае было не то, что я хотел написать. Так что даже если бы был призыв к чему-то эмоциональному, чему-то чуть более взрослому, я не обязан был угождать всем, кто этого просит. Начав с нуля, я изменил тему трогательной истории и поменял все на фундаментальном уровне. То есть Ода, он не против трогательных и эмоциональных историй. Но он считает, что они лишь дополнительная приправа к настоящему блюду. Экшену и сражению персонажей. Даже если все письма фанатов будут задержать просьбы о сложных комплексных эмоциональных историях, он не будет их писать. Он считает, что дети хотят видеть крутые, захватывающие истории в стиле пиу-пиу-бах-бах, а не... Ой, как трогательно! И, так сказать, он не то, чтобы совсем не прав. Я подходил к этому вопросу с мыслью, что раз я рисую для Сенен Джамба, журнала для детей, то моя задача сделать так, чтобы им понравилось то, что они читают. Когда вы действительно станете профессионалом, вы начнете получать письма от поклонников и другие вещи, и вскоре обнаружите, что подавляющее большинство из них от девочек. Потому что мальчики просто не из тех, кто берет в руки ручку. У них нет таких вещей, как канцелярские принадлежности или марки. Они не думают о том, чтобы пройти через изнурительную работу, чтобы написать кому-то просто, чтобы сказать «Хей, чувак, это было круто!» Мальчики, это такая форма жизни, которая наслаждается чем-то, но не потруется сказать вам это. Это подводит итог тому, что Ода думает о мальчиках и девочках. Мальчики, это дети, у которых нет функционирующих взрослых клеток мозга, а девочки – зрелые и реалистичные. Опять же, нельзя сказать, что он совсем не прав. Девочки чаще берут в руки ручку и пишут, но не в такой степени, как это делает Ода. Как говорил сам Ода, Луфи – это его идеальный ребенок, то есть его образ ребенка – это Луфи. Ребячливый и простодушный. Интересно отметить, конечно же, еще и тот факт, что у него больше женских ванписи не обязательно, потому что девушки пишут больше, а потому что у него на самом деле больше читательниц, чем читателей. С выходом 67-го тома манги «Ванпис» миру открылась интересная статистика. 52% читателей – женщины. По сравнению с 48% читателей – мужчин. Это не такая уж большая разница, но не забывайте, что это было более 30 домов назад, а за последние несколько лет общая женская аудитория мужской манги значительно и быстро выросла. В общем, все больше и больше девочек читают мангу по сравнению с мальчиками. Поэтому, когда они присылают письма, в них именно те ответы, которые можно ожидать от мальчиков. «Мне нравятся драки» или «Мне нравится эта атака». И читая их, я думаю, «Оу, а я думал им понравится вот эта». Реакция мальчиков – это то, что я воспринимаю очень серьезно, но я получаю удовольствие от того, что говорят девочки. В письмах почти слышны их восторженные крики. Ну вот опять же, да, мальчики простодушны, а девочки визгливы. Когда мальчики говорят «Мне нравится этот бой», это передает мальчишество и простодушие. Когда они характеризуют бои как «Круто, чувак, это было круто!» Опять же, недавний пример – битва Каида и Луфи. Структурно довольно примитивный бой от начала и до конца, но большинство обожают его, ведь он крутой. Ода не всегда на 100% знает пол авторов своих писем. Ну, если только автор не уточняет. Но предполагает, что короткие письма, в котором написано про драки – это мальчики, а более подробные – от девочек. Подобные предположения делают и люди в интернете. Большинство из нас будут уверены, что разговаривают с парнем, когда в очередной раз срутся в интернете о балансе сил и кто кого победит. Ну, в случае Хейсен Стрис не указано женское имя. Я знал, что мне нужно вернуться к своим собственным воспоминаниям, нацелиться на те вещи, которые бы мне понравились, если бы я всё ещё был ребёнком. Если я позволю мнению читателей споколебить меня, это будет больше, чем просто потерять своё место в журнале для мальчиков. Не будет никакой ценности в моём существовании, как автора манги для мальчиков. Сёнэн Манги. Вот и всё. Ода пишет свою мангу, имея в виду определённую демографическую группу. А это 15-летние мальчики. Точнее, его собственное представление о 15-летних мальчиках. Этих юношей волнуют крутые драки и сильные персонажи. И, как типичным для любого подросткового стереотипа, они также обожают сиськи размером с волейбольный мяч. Говоря ещё более простым языком, Оду совершенно не ебёт мнение его читательниц о том, чего бы они там хотели. Посвольте мне повторить ещё раз для задних парт. Не ебёт. Девушки, в порядке важности для Оды, влияющей на его писанину, вы просто не существуете. Женские проблемы не имеют значения, так что они спокойно могут избавить себя от необходимости посылать ему письма, ведь это не изменит его мнение. К сожалению, таковы реалии Сёнэн Манги Ван Пис. Очень хорошим примером этому является смерть Эйса. Многие знают, что во времена выхода арки Маринфорда, Оду просто засыпали фанатскими письмами, по большей части от девочек, с просьбами не убивать Эйса. Были прецеденты, когда в письмах содержались угрозы самоубийства в случае убийства Эйса. Однако всё это не поколебило решимости Оды не отходить от изначального плана. Эйс должен умереть. На самом деле, если вы запомнили то, что я просил вас запомнить в начале, чем больше подобных писем отправляется с мольбами о том, чтобы в Ван Пис была сильная женщина, чтобы у неё была маленькая грудь, чтобы Сэнджи перестал быть неисправимым извращенцем, тем больше он захочет нарисовать это отчасти, чтобы досадить читателю, потому что он жалуется на персонажа Ван Пис. А отчасти потому, что всё, на что жалуется его женская аудитория, по величайшей иронии является тем, что хочет видеть его мужская аудитория. Пацаны, пиздец, как сильно любят сиськи. Так что можете попрощаться с по-настоящему сильными и крутыми женскими боями. По мнению Оды, мальчики этого не хотят. Заметьте, что сиськи размером с голову стали фишкой после таймскипа, потому что женщины жаловались, а мужчинам нравилось. Посмотрите на популярность Хэнкок. Её не показывали столько лет, а навсегда в топ-10, потому что сиськи – это охуенно. С другой стороны, у Эйса больше поклонниц, чем у Хэнкок, и поскольку у Оды больше женской аудитории, Эйс очень часто входит в топ-5 персонажей. Я не называю Оду сексистом, в конце концов, я с ним не знаком, но вы не можете отрицать, что у него очень односторонний взгляд на подростков, их желания и подребности, а также то, что Ода немного... мелочен. А Ванно, как и ожидалось, оказалась верхом сексизма. Учитывая феодальную Японию и комментарии Кинемона о том, что женщины не бойцы и должны идти на три шага позади мужчин, так и оказалось. Вспомните Хиори, самого бесполезного персонажа этой арки, которая не сделала вообще ничего полезного. Вообще, которая просто хуй пойми зачем поплыла на Анигашиму, каким-то волшебным образом проплылась через две армии кровопролитно сражающейся на острове, только для того, чтобы поиграть на своей балалайке, в призрачной надежде, что совершенно случайно проходящий мимо Орочи это услышит и подойдет к ней. И даже когда этот абсурдный сценарий был реализован, она была обречена умереть от руки Орочи. Но эта бесполезная дамочка была спасена кем? Конечно, блядь, сильным крутым мужчиной, который не пойми откуда очутился в нужном месте в нужное время, чтобы спасти беззащитную девочку. Хиори, один из самых бесполезных героев. Она нужна была в истории только для того, чтобы отработать шутки, что она спит с Зоро. А, ну и для того, чтобы в конце пафосно отшутить, что угольки должны гореть. Счастливой смерти Орочи, сори, что ты родился Куразуми. Это самая тупая хуйня, которую я читал в арке Вану. А что там насчет достойных женских сражений? Так вот же, две гигантские пары обнаженных сизик столкнулись в битве. Все ведь окей? Про большую мамочку я даже говорить не буду, герой для насмешек. Даже толстый и непривлекательный Шинобу в конце арки Ода подарил идеальную внешность. Хотя это вообще не являлось острой необходимостью. Ода имеет очень узкое представление о том, чего хотят мальчики-подростки. И именно на них он и ориентируется. Женщины, ну и мужчины, должны перестать жаловаться на то, как Ода изображает женщин. Потому что это заставляет его хотеть сделать еще хуже. Ода не справляется со своими женскими персонажами не потому, что он сексист или нет. А потому что они не соответствуют его целевой демографической группе. Я думаю, что сексизм, двойные стандарты и стереотипы в One Piece идут в обе стороны. Но в отношении женщин они намного хуже. У Оды, похоже, есть неосязаемые определения того, что определяет парня и что определяет девушку. С ними тоже можно поспорить, но, похоже, в мире сенанманги они являются культурными и обобщенными. Это единственная, так сказать, большая проблема, которую я вижу в One Piece. Я понимаю, что к этим вопросам нужно относиться несерьезно и что все, в мангах вообще используется много стереотипов. Но это, честно говоря, немного печалит меня. В начале я упоминал, что Боа Хэнкок также подвержена этому узкому взгляду Оды на женских героев. И сейчас я бы хотел больше прояснить это в отношении ее. Хэнкок действительно представляется достаточно независимой дамой. Ну, во всяком случае, поначалу. Она ненавидит мужчин, она физически сильна, она уважаема. И кажется, она легко может быть эквивалентом мужских персонажей в своей категории, Шичибукай. Но в то же самое время, когда Ода устанавливает эти интересные атрибуты в ее персонажи, он тут же разрушает их. Хэнкок ненавидит и презирает всех мужчин? Что ж, тогда она обязательно должна быть по уши одержима одним из них. Главным героем, например. Одержима настолько, что готова буквально быть его рабыней. Она не независима, как это подавалось в начале. Совсем наоборот. А что насчет ее силы? Она ведь сильный герой, который может постоять за себя, верно? Ну, как оказалось, нет. Потому что в 1059 главе она попадает в ситуацию, когда над ней висит угроза смерти в виде черной бороды. И что же происходит? Она беспомощна и вынуждена быть спасенной кем? Конечно же, мужчиной. Да еще и настолько крутым мужчиной, что он разруливает ситуацию, даже не вступая в битву. Ну, а после можно и полежать в его ногах, благодаря за спасение, ведь без него она бы погибла. Элемент, который также не был бы критически необходим. Даже вовсе излишним, я считаю. Разве это не было бы потрясающим, что после фразы «Мы покажем им, за что нам дали титул Шичебукай», Боа Ханька действительно бы показала им свою силу, за которую ее наградили титулами императрицы и Шичебукай. Это было бы действительно потрясающе, сумея она самостоятельно дать отпор таким грозным противникам, как Черная Борода. Это показало бы ее независимость от сильного мужчины. Но, увы, как и в случае с Хиори, в самом последний момент она оказывается беспомощной и спасенной. Я не особо возражаю против женских тел в One Piece и типичный жалоб на сексизм. Я бы просто хотел, чтобы хоть один женский персонаж мог с ним дать ей сиськи и сверхускую талию, мне все равно. Мог бы соперничать с мужчинами, а не быть слабейшим в своей категории. В этом видео я преследовал цель раскрыть этот аспект написания истории авторам, чтобы показать людям, которые, возможно, недовольны по этому поводу, и людям, которые продолжают желать, чтобы сексистские вещи в One Piece исчезли, что этого не случится. Этого никогда не произойдет. Это манга, предназначенная специально для мальчиков-подростков. И Ода, к счастью или, к сожалению, не ошибся в своих представлениях о своей целевой аудитории. Большинство из вас, вероятно, не задумывались об этом вопросе. Вероятно, большинство из вас гораздо более заинтересовано в обсуждении, кто из персонажей сильнее. Но это было в любом случае приятно для меня поднять эту тему на обсуждение. Поэтому теперь, когда вы, возможно, задумались об этом, я хотел бы попросить вас оставить свое мнение об этой теме и о моем видео в комментариях под роликом. Бесконечно благодарю вам за просмотр. Буду рад лайку и подписке. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok